На состоявшемся вчера в мэрии областного центра брифинги глава города Юрий Гришан заявил, что с неопределенностью в отношениях выпускных в дошкольных и школьных образовательных учреждениях Магадана покончено. Выпускные состоятся. Мы договорились и в правительстве, и рекомендации вчера пришли из Роспотребнадзора о том, что выпускные вечера в детских садах проводить можно. Единственное, что это будет учитывать размер помещения, чтобы не было большого скопления родителей, не три группы, если заканчивают одновременно подготовительные, по одной группе с родителями можно будет проводить. Если не позволяет детский сад, то можно будет проводить такие же мероприятия и в наших учреждениях культуры, в которых, кстати говоря, с определенным ограничением давно уже разрешены проведение культурно-массовых мероприятий. Как известно, уже достаточно давно в столице Колымы функционируют кинотеатры, театр и иные учреждения культуры. Ослабление коронавирусных ограничений стало возможно в том числе благодаря началу вакцинации населения. Последние звонки в магаданских школах также состоятся. Правила поведения будут аналогичны выпускным в дошкольных учреждениях. Ковид-19 хоть и отступает, но опасность все еще сохраняется. Мэр Магадана Юрий Гришан посетил лицей имени Крупской. Основная цель визита – обеспечение безопасности образовательных учреждений города. Глава областного центра напомнил о необходимости усилить меры безопасности в связи с трагедией в Казани. По его словам, нельзя допустить повторения подобной ситуации. Для этого нужно уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения и обеспечению безопасности детей. Сегодня я решил с вами поговорить, не выступить, а поговорить. У нас должна быть дискуссия после того попиющего события, которое произошло в Казани, в 175-й гимназии. Я знаю, что в школах прошли на эту тему уроки. Мы еще раз призвали всех в бдительности. Глава города рассказал о проведенной на прошлой неделе проверке антитеррористической безопасности учреждений образования. В 30 среднеобразовательных учреждениях Магадана подключили кнопки тревожной сигнализации. Активно ведется работа по переводу школ под охрану Росгвардии в дневное время и частные охранные мероприятия в вечернее. Решается вопрос охраны в отдаленных районах, поселках Сокол и Уптар. Также в планах оснащения в этом году нескольких учреждений такой пропускной системой, как в школе номер 29. Я хочу сказать, что в ходе всех наших пилотных проектов и прочих мероприятий у нас все-таки достаточно хорошо, на мой взгляд, получилась пропускная система в 29-й школе. Вы, наверное, знакомились, были там на всех этих мероприятиях. И прошло уже, как мне напомнилось, Флана Рядина, уже более трех лет. Каждый ребенок имеет карточку, пропуск электронную, которая прикладывает эту карточку к курникету. На встрече обсудили организацию последних звонков праздничных линеек в школах. Они пройдут с соблюдением санитарных требований. Планируется общегородской выпускной вечер, который организуют на одной из площадок Магадана. В Центре культуры пройдет церемония вручения медалей отличникам. На улице Магадана вышел новый коммунальный автомобиль для пневмовакуумной уборки «Галут». Тестовую обкатку машина прошла днем на территории предприятия. Ранее специалисты выполнили расконсервацию авто после транспортировки и все пусконаладочные процедуры. С работой новой техники ознакомился мэр Магадана Юрий Гришан. Подметально-вакуумная машина на базе «КамАЗ» оснащена вспомогательной силовой установкой, предназначена для удаления пыли, смета и других посторонних предметов с проезжей части. Специалисты «Галуда» отмечают, что такой автомобиль необходим городу. Но насколько город будет чистым, зависит не только от организаций, но и от горожан. В таких машинах город нуждается, особенно по борьбе с мусором, со сметом. У нас же все-таки, посмотрите, мой любимый пример, всегда его предъявляют. Утром в пятницу у нас происходит мойка города. То есть ориентировочно в 7 часов утра улица Ленина помыта. Всем советую в пятницу проехаться по улице Ленина после обеда и посчитать примерное количество окурков от сигарет, которые валяются при бордюре. Работники предприятия отметили достоинства и технические характеристики нового автомобиля. Он новый. Во-вторых, он работает отлично, он всасывает землю хорошо. Ну, то есть он не пылит. Ну, то есть он отлично работает. Автопарк «Гэлуда» состоит из порядка 111 единиц техники для работы в летних и зимних условиях. Ежедневно на улицах города работает от 20 спецмашин предприятия. На следующий год организация планирует приобрести еще один дорожный пылесос в рамках региональной программы «Столица». Мэр Магадана Юрий Гришан проверил готовность МВУ «Сельхоз» к пожароопасному периоду. По словам главы областного центра, техника организации уже устарела, и ее необходимо обновить. Действительно, в 2012 году получили крайнюю машину «Фермер», которая оборудована необходимым инвентарем для тушения лесных пожаров. Поэтому мы подобновим парк. Здесь, как минимум, из вот этих вот фермеров, которые работают в лесу, как минимум одну машину еще новую приобретем. И руководство «Лесхоза» попросило вот на базе трактора МТС, есть очень хорошая машина, как раз она приспособлена и укомплектована для тушения лесных пожаров со специальной защитой в случае падения деревьев. Специалисты отмечают, что «Магаданский лесхоз» нуждается в приобретении новой техники. Работники отметили необходимость в покупке трактора на резервном ходу. Вообще, это, так скажем, универсальный лесопожарный модуль на базе трактора МТЗ, Беларусь, МТЗ-82.1. Для нас он в самом удобном варианте, почему? Во-первых, он, значит, может, имеет навесное оборудование, на него можно применить очень много навесного оборудования. К примеру, допустим, тот же плуг по КЛ-70, с помощью которого можно прокладывать борозды. Пожароопасный период в этом году открылась 19 мая. В связи с погодными условиями в Магадане на данный момент опасной обстановки в лесах нет, отметили специалисты. 30 мая Магадан присоединится ко всероссийскому полумарафону «Забег». В мэрии областного центра градоначальник Юрий Гришан провел совещание о предстоящем спортивном состязании. Участники смогут преодолеть дистанции в 1, 5, 10 и 21 километр. Организаторы отметили, что в день массового забега в Магадане планируют провести праздник спорта. Дороги в городе будут перекрыты с 13.30 до 20.30. Города для людей, а не для машин. Пусть люди походят в этот день по городу. Я же вам говорил, когда мы проводили полумарафон с Кенроссом, утром, оля, во сколько, в 7 утра, люди приехали на велосипедах, на самокатах, пришли пешком. Голод, город чистый, незадымленный. Пешком пришли. Кто-то прибежал на разминку, которую Землицкая проводила Наташа. Поэтому ничего страшного, походят по городу пешком. Инициатором проведения и руководителем организационного комитета полумарафона на Колыме выступает депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. При его содействии первые тысячи участников забега из Магаданской области могут зарегистрироваться совершенно бесплатно. Спортсменам будет необходимо оплатить только страховку. Атрибутика вся пришла на все тысячи комплектов. Сегодня мы будем получать в Минспорте. Номера у нас пришли. Есть старые номера, мы их обкатали. Получается, систему старт-финиш. На Магаданской площади, когда будет открытие, будет звучать подборка работы диджея. И потом уже к финалу ближе будет работать тоже группа. Вопросов у нас как бы нет. Единственное, что погодные условия. На четырех промежуточных финишах будут работать музыканты. Также уверяют специалисты, призовой фонд никого не оставит равнодушным. Цель забега – популяризация бега и спорта. Всем участникам полумарафона нужно будет предоставить медицинские справки. Без них на состязание участников не допустят. Зарегистрироваться на «Забег» можно на официальном сайте «Забег.РФ». Хотите жить в комфортном городе? Считаете, что жители сами должны решать, какие объекты нужно строить? Тогда эта новость для вас. Заходите на сайт за.городсреда.ру и выбирайте проекты благоустройства в своем городе. Сроки голосования с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Успеете лично повлиять на облик родных улиц, пока этого не сделал ваш сосед. Редактор субтитров А.Семкин